Всем привет, друзья. Вы на канале Ньюнлайв. Засчитаю новости дня. Майк Нологоц, биткоин и эфирин останутся с нами надолго. Но это само собой, друзья. Это даже я понимаю, что биткоин, эфирин, лоткоины останутся надолго с нами. И я закупился. А это попозже. Расскажу, покажу. Дальше, друзья. Генеральный директор криптоинвестиционной компании Galaxy Digital заявил, что биткоин и эфирин не уйдут с рынка, даже несмотря на то, что кризис доверия состоится к крипторынке. Майк Нологоц отметил, что кризис доверия к рынку криптовалют все еще продолжается. Имеет место волновой эффект для компаний, которые были связаны с FTX и Free Aruz Capital. Он говорит, этот Майк Нологоц говорит, компаниям потребуется несколько недель, чтобы восстановить баланс. Но биткоин не исчезнет. Есть 150 миллионов человек, которые решили хранить часть своего состояния в биткоине. У меня тоже есть чуть-чуть маленькие суммы сатушеки. В этом децентринизованном сообществе подтвержденном криптографии. Поэтому биткоин и эфириум не исчезнут. И другие криптовалюты тоже. Друзья, вот у вас тоже закупились мы криптовалютами. У вас, наверное, тоже есть криптовалюты. Поделитесь со мной в комментариях под видео. Хорошо, друзья? Дальше считаю, Новогородс ожидает восстановления криптоиндустрии и ее медленного роста. Действительно, думаю, что вы увидите, как такие люди, как генеральный директор ARK Invest, Кэти Бут, скоро придут на крипторынг и вложат капитал. Я не считаю, что это будет быстрее восстановления. Скорее всего, оно растянется надолго. Восстановить доверие будет непросто. Вот, непросто. Централизованным компонентом придется действовать по-другому. Завел бизнесмен. Вот он, бизнесмен. Без него, без его мнения даже, мне известно, что криптовалюта, криптовалюты наши будущие, друзья. Дальше считаем новостей. Классноды. Классноды. Мелкие инвесторы все активнее скупают биткоины. Само собой, конечно, само собой. Я даже закупаюсь. Я не... Ну, я тоже инвестор, но я холдер. Друзья. Считаем дальше. Аналитики компании Классноды утверждают, что в отличие от крупных инвесторов китов, инвесторов китов, инвесторов китов, инвесторы с балансом менее 1 биткоина, их считают китами, да, друзья, 1 биткоина, так называемые креветки, после краха FTX добавили к своим общим запасам 96200 биткоинов, друзья, BTC. Эта группа мелких инвесторов сейчас владеет более 1,21 миллиона биткоинов. Это эквивалентно 6,3% оборотного предложения биткоина в мире, говорят эксперты Глэйсеннода и еще одна категория мелких держателей биткоинов, которые воспользовались возможностью купить первую криптовалюту на дне, то есть внизу закупились. Это так называемые крабы с активами от 1 до 10 биткоинов закупились, друзья. За категорию инвесторов за последние 30 дней добавил к своему общему балансу в общей сложности 191600 биткоинов, друзья, БТИСНИ. Как для креветок, так и для крабов. Ноябрьские покупки ознаменовали рекорды высокий рост остатков. Причем последние превзошли пик июля 2022-м году. И там зафиксировано было 126 тысяч биткоинов, друзья. С другой стороны, киты инвесторы с балансом более тысячи биткоинов. Представляете, сколько денег, люди, у китов, они закупились? Не один биткоин, а тысяча биткоинов. В ноябре частично избавились от своих активов в биткоинах, отправив за месяц около 6500 биткоинов, представляете, на криптобиржи. По мнению аналитиков, это может сигнализировать о готовности к продаже, друзья. Дальше, друзья, вот это гаража. Но сумма по-прежнему ничтожна по сравнению с общими активами китов в 6,3 миллиона биткоинов на биткоинах. Специалисты отмечают, что значительное число инвесторов хранили и хранят биткоины на холодных кошельках. Ну, правильно делают? Да, правильно делают. Холодных кошельках держат. Поскольку доверие к централизованным биржам сильно пошатнулось. Правильно? Правильно. Биржам тоже доверия мало, друзья. То, вы, наверное, замечали в новостях тоже, биржи то закрываются, то открываются. То закрываются, то открываются. На прошлой неделе аналитики Бенджамин Куин предупредил о грядущем падении биткоина, после которого, после последнего роста, друзья. Вот такие новости. Сейчас посмотрим, сколько стоит биткоин. Вот коингок биржи, поповый рынок. Монеты тут 13169. 169, вот биржи, друзья, сколько на сегодняшний день. 608 только осталось, осталось. 608 биржи. И рыночная капитализация еще не растет. Но чуть-чуть выросла. 871 триллион. То есть выросла на 2,1%. Выросла чуть-чуть. И биткоин стоит у нас на сегодня 16491 долларов. А сегодня на дворе 29 ноября 2022 год. Эфириум. Эфириум – 1209 долларов. Тезер USDT доллар стоит. BNB стоит 302 доллара. USDT coin стоит доллар. Binance USD стоит доллар. XRP, Ripple стоит 0,39 центов. Dogecoin 0,10 центов стоит. Cardano стоит 0,31 доллар. То есть центов. И матик стоит 0,84 цента. Вот, друзья, в самый раз закупиться криптовалютами. Вот, в этот момент надо закупаться. Как раз цены хорошие, великолепные, друзья. Вот я вам покажу свой. Вот моя биржа. Я тут закупился. Чуть-чуть-чуть. Были свободные монеты, денежки. Я закупился криптовалютами, биткоинами. Друзья, это тут не только сумма биткоинов. Тут три разных. У меня тут USDT, электронный доллар и BNB. Короче говоря, я ценник в три в одном. Закупился и поставил их на пассив. На стекинг закину, так сказать. Пусть работают. Самое то время закупаться, друзья, криптовалютами. Вот я вам зачитал новости. Теперь вы тоже в курсе о новостях криптовалюты. Я закупился криптовалютами и еще буду закупаться, друзья, в дальнейшем. Вот такие новости. Всем спасибо за поддержку, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok